МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геноцид или что это? Кто знает, что обозначает слово геноцид? Геноцид – это тотальное уничтожение. Если кто-то из вас помнит, лет 20 назад, может быть, чуть больше, было столкновение в Африке, в Руанде, между двумя племенами – Туцу и Буту. Это племена, которые произошли от одного и того же родителя. То есть два родных брата были родоначальниками. Но где-то вот это 20-25 лет назад, я уже не помню, там вся страна, услышьте меня, была в основном на 90%, на 85% христианская. То есть половина были католики, половина протестанты. То есть это мы не говорим о людях, которые танцевали вокруг дерева и бусы рвали идольские. Это были христианские. Вдруг между ними прошла распря. И одно племя уничтожало другое, просто тоталос всех. Это называется геноцид. Если вы забьете в Википедии или в Гугле слово геноцид или пример геноцида 20 века, 19 века, то вы увидите такие вещи. То, что турки когда-то сделали армянам, это был геноцид. То, что Мухаммед сделал с двумя большими еврейскими племенами, которые жили на территории современной Саудовской Аравии, когда он пережил откровение от Гавриэля, как он говорит, и пошел их убеждать следовать за ним, они не пошли, и он их уничтожил, пригласил их на пикник дружбы. Они все пришли, всех вырезали, два огромных племени. Это называется геноцид. Но вот что Библия рассказывает нам, и мы должны научиться толковать эти слова. Я читаю 20 главу. Я читаю с 10 стиха. Подойдя к городу, то есть народу Израилю было предписано захватить эту землю. И эта земля не такая большая, она, ну как бы, 800 на 80. Ну, может, там были немножко больше территорий, но это не супербольшая страна. Здесь сказано, «Подойдя к городу, с которым вы собираетесь воевать, сперва предложите этому городу сдаться без боя. Если предложение будет принято, и вам откроют ворота, то пусть все, кто живет в городе, впредь несут трудовую повинность, работают на вас». Опять-таки, это практика, обыденная практика древних войн. То есть Чингисхан, помните, захватил, люди открыли ворота, он говорит, не проблема, как они там платили дань? Как она называлась, я забыл. Нет. А? Нет. Неважно, они платили дань. Как? Мзда? Нет. Ладно, вспомните, скажите. То есть, и там были такие же условия. Заходите в эту землю, видите город, говорите ему, сдавайся. Они говорят, сдаемся. А он говорит, и вот вам 15%, 17%. Мам. Мам платите, и еще 10% заработка, или 20%. Знаете, я как-то посчитал, помните, Иосиф, когда его Господь Бог поднял на престол Египта, обложил всех налогом, когда там голод начался, помните? И там есть цифры, я сейчас не помню сколько, но, по-моему, я когда посчитал, там было 25%. 20 или 25%. И я подумал, вау, его называют, что он всех египтян загнал в экономическое рабство. Люди, это смешно. Но мы сегодня платим 17% мам, это VIT. Мы платим от 30% до 50% на доход массах носа. Мы платим 12-15% на битуах лиуми. То есть, кто уже, кто тут рабы? Но, если мы читаем здесь, вот так было примерно, захватывали город и говорили, хотите быть с нами в дружбе? Яла, давайте там 10-15-20% вы должны нам давать и все. А мы за это что делаем? Просто доим вас? Нет. Защищаем. Вы становитесь частью структуры нового государства и становитесь законопослушными гражданами, и все двигается нормально. Ну, пускай так. Если же город не сдастся и решит воевать с вами, начинайте осаду. Когда Господь Бог ваш отдаст город в ваши руки, всех мужчин в нем поразите мечом. А женщин, детей, скот и все, что в этом городе, можете взять себе добычу. Пользуйтесь тем, что возьмете у врага, как добычу тем, что отдаст вам Господь Бог ваш. Первое. Так поступали все народы. То есть они заходили в город, и всякого мужчину до определенного возраста они всех убивали. Это не только Израиль, это все. А женщин, женщин, они просто насиловали. Ну, я говорю в народах. Израилю это было запрещено. Нужно было, ну, то есть Бог говорит, заберите всех в плен. Но взять, ну, понятно, были исключения из правил, я думаю, их наказывали. Но все, кстати, кстати, все вот это вот, убей всех мужчин, а все себе забери, это до сегодняшнего дня. Что думаете, что-то изменилось? Войны, которые были здесь на Ближнем Востоке, в Сирии, изидов, изиды, знаете, кто такие изиды? Каких Айсис захватывал, вырезали всех мужчин, а всех, всех женщин и девочек вот с такого возраста кидали в сексуальное рабство. Это запротоколированные вещи. Так вот, Израилю в данном стихе позволялось убить мужчин, а женщин нельзя было трогать. Есть целая глава, говорящая, если понравилась тебе пленница, правильно, Миша? Если понравилась тебе пленница, то ты должен сделать целую процедуру, чтобы понять, понравилась ли она тебе реально. Потому что в те времена люди, зная, что их сейчас захватят, особенно женщины, не бежали в бомбоубежище, а бежали сразу в косметический салон. Их красили, мазали, и когда их захватывали в плен, была надежда, что мужчина, увидя эту не свою, не родную красоту, упадет на нее. Так, Писание говорило, возьми такую, приведи к себе домой, не трогай ее, подожди, побрей, пускай она побреется, пускай отмоется, и посмотри, кто она на самом деле. Дай немножко там работы, чтобы она там испекла, то, сё, и посмотри, каким богам она молится в свободное от работы время. И потом сказано, если не понравилось тебе, отпусти ее, не так, как даже сегодня изнасилуй. Так, по крайней мере, Священное Писание учат. Но здесь продолжается текст и говорит, «А так вы должны поступать с теми городами, которые находятся далеко от вас и не принадлежащие здешним народам». А здесь, то есть, когда делаете войну против, «А в городах здешних народов, чью землю Господь Бог ваш отдает вам овладение, не оставляйте в живых никого». Есть несколько мест Писания, где Господь повелевает непоименно семь народов, которые были сынами Ханана. Помните, кто был Ханаан? Ханаан. Это был внук Ноя, про которого написано в Писании, «Проклят ты, рабом рабов будешь». Есть другие неканонические книги, которые рассказывают, что Ханаан хитростью и вероломством захватил эту землю, и его проклял его дед. И они знали, Хананеи знали, что в день, когда праведность восторжествует, их истребят за то, что они сделали. И дальше вот написано, 17 стих, «Предайте их всех, заклятие уничтожьте». И здесь перечисляется семь народов. Хетов, Амареев, Хананеев, Терезеев, Хиевеев и Вусеев, и в другом месте добавлено Гергесеев. Не во всех текстах есть эти Гергесеи, Гаргашим на иврите. Уничтожьте их. Почему семь этих народов? Помните, я вам рассказывал про Анаким, про великанов, про гибриды? Они там смешались, там было что-то нечистое. Есть много толкований на эту тему. Они мало того, что смешались, занимались таким видом нечестия, что технически в те времена, да, наверное, сегодня, не было средств исправить их. И они должны были заплатить за свою греховность и исполнить то проклятие, которое Ной сказал Ханаану. Поэтому эти народы подвергались уничтожению. То есть там был геноцид, но геноцид по определению Творца, потому что Ной пророчествовал. А в оснащении других народов это были применимые к тем дням меры. Но вы зададите вопрос, Леон, 20 минут ты про это говоришь, а что нам от этого сегодня? С чем мы сравним данную ситуацию сегодня? Вы знаете, я, наверное, сравню это с уровнем греха. Если мы откроем первое послание Иоанна, вы можете открыть со мною, первое послание Иоанна, И откроем пятую главу и прочитаем с 14 по 17 стих, там написано «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим Его по воле, Его Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни попросили, знаем то, что получим от Него просимое. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и пусть Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы молился, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Я истолковал эти слова примерно так для этого стиха. Те, с кем можно было заключать мир, это как бы полуязычники, грех не к смерти, а эти хитеи, ферезеи, это как бы грех к смерти. Что такое грех, то есть как мы сегодня должны истолковать для себя, использовать эти стихи. Я не думаю, что здесь много желающих взять сейчас какой-то топор, томогав к войне, пойти там в Африку рубить племена. Но мы должны использовать эти слова для себя сегодня. Грех к смерти по определению, которое принято в еврейском народе, есть три греха к смерти. Это идолопоклонство, убийство и прелюбодеяние. И есть целая масса проблем характера или дел там вороватый человек, жадноватый человек, гневливый человек, психованный человек, ненормальный. Ну и еще миллион разных вы сами откройте в Галатах или в Коринфянах или в Римлянах там написано «Дела плоти известны». Так вот, эти три это должны быть непримиримым антагонизмом того, во что мы верим. Я знаю, что и здесь есть люди, которые были в чем-то из этих трех замешаны, но сила искупительной жертвы Машеха искупила. И очень важно послушаться того, что сказано в Евреях в 10 главе. Больше не повторять этого, потому что если мы, получив познание истины, искупление произвольно грешим, то не остается жертва Христа. Нету жертвы Ешуа, если мы, получившие даже покаяние в одном из смертных грехов, опять сваливаемся туда, Господь может выкинуть нас. И я сейчас не определяю границы, только Бог определяет границы. Но те остальные грехи характера, которые я назвал, или жадноватый, вороватый, или реально ворующий немножко. Если люди открыты, если люди даются разговаривать с ними, если люди дают работать с ними, их не надо выбрасывать, как Ферезеев, Хитеев, Амареев и Гаргашим. С ними надо продолжить работать упрямо, наполниться милосердием и работать, ожидая исправления. Если человек исправляется, то он становится полноправным членом, и все хорошо. Я хочу сказать, что я данные стихи истолковываю как борьба с грехом и уровни нашей терпимости. Или, точнее, даже хочу сказать, это уровни того, что каждый из нас должен понять. Я не вижу твою жизнь, но некоторые люди в гневе могут перейти Рубикон. И для кого-то гнев это вещь, которая случается раз в, а для кого-то гнев. Это постоянная практика, и он дает другим отрываться в этом гневе и душит других людей. Такой человек в гневе может перейти угол и грань и уйти из мирного города в город Ферезеев, Хитеев, и быть отвергнутым от милости и благодати Господа, чтобы мы могли смотреть за собою и чтобы могли наблюдать за другими людьми открытые глаза. Ну, вот эти вот четыре маленьких урока, которые пришли, здесь можно развивать, развивать и развивать, но хотя бы это, пусть Бог даст нам милости соответствовать Его стандарту, и мы можем эту милость от Господа получить, если приходим к Нему во имя Ешуа. И я провозглашу, ибо нет другого имени под небесами, к которому мы можем реально подойти к Господу Богу, чтобы спастись. Так написано в деяниях апостолов. Давайте все встанем и помолимся. Прошу тебя, небесный отец, за ридну Беларусь. Нет, неправильно сказал. Как сказать? Как родную Беларусь? А? Ридна тоже, да? Вот у нас здесь есть, не все у нас здесь украинцы, у нас эксперты в белорусском. Просим, чтобы милость твоя там восторжествовала. Милость твоя, чтобы превознеслась над судом. Мы просим Господь, чтобы не лилась там кровь, чтобы кому надо покаяться покаялся. Но я также молюсь о том, чтобы мы верующие люди не чувствовали себя духовными космонавтами, аполитичными, живущими на каком-то хуторе. Мы часть любого народа. Помоги нам видеть и быть участниками избрания правильных правителей. Шотрим помоги нам в этом. Я молю тебя Господь, чтобы мы видели проблематичность грехов и укрепляя силой еще могли превозмогать. Я прошу тебя за тех, кто поддался греху и потерял способность сопротивляться. Ты Бог, который можешь раскрыть источник своей милости и помочь каждому. Написано, что когда ученики спрашивали Машеха, сколько раз можно прощать? Он сказал, семью семьдесят, четыреста девяносто раз. Я думаю, в сокровищнице Творца есть намного большие числа, где мы можем подходить к нему с покаянием. Только это должно быть реальностью. Это не должно быть мифом. должно быть Господи, сердце мое перед Тобою раскрываю. Помоги мне. Помоги мне. И тогда Господь отвечает. Пусть шалом Адонай шмур отхем. Пусть мир Божий хранит вас. Иварех леха Адонай ва ишмир ияэр Адонай панав илеха ва иху неха иса Адонай панав илеха ва иасем леха шалом. Вашем Ишу Амэн. Шаббат шалом Шаббат Амэн.